Еженедельное аппаратное совещание актива города текущей недели было начато с церемонии вручения благодарственных писем Министерства по делам молодёжи Республики Дагестан, работникам средств массовой информации и представителям муниципалитета за вклад в развитие поискового движения Республики Дагестан и активную деятельность по увековечиванию памяти защитников Отечества. Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан выражает благодарность Ибрагиму Джапару Ахмедовичу за вклад в развитие поискового движения Республики Дагестан активную деятельность по увековечиванию памяти защитников Отечества. Выражает благодарность Адулаеву Нажиле Набиваевичу, Гакайу Самаду Леонидовичу. По завершению торжественной части был заслушан отчёт о проделанной работе отделом по регулированию цен и тарифов за 2017 год. В своём выступлении начальник отдела Майя Идильбаева зачитала перечень основных мероприятий, проведённых за отчётный период. В течение 2017 года в рамках проводимых ЕАС, ФАС России и РСТ Дагестана подготовлено и направлено 39 мониторингов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Замечания, на которые отслеживались и принимались к сведению с последующей корректировкой по услугам наших ресурсоснабжающих организаций. То есть водоснабжение, водоотведение и так далее. Ежемесячно в течение всего 2017 года проводились выборочные проверки платежей граждан за оплату на коммунальные услуги, другие платежи. Выявленные нарушения устранялись на месте, делались корректировки в счёт будущих платежей. Каждый месяц 2017 года в отопительный период проводился анализ и рассматривалась динамика предоставляемого поставщиками газа в расчёте доли трансляции газовой составляющей ООО «Теглосном городе Хосеи». В январе феврале 2017 года были направлены наши предложения ФСТ по предельному уровню тарифов. Все эти предложения и претензии наши были приняты к сведению. Из доклада Идильбаева в течение 2017 года отделом совместно с прокуратурой города проведено 5 проверок по платежам населения на коммунальные услуги. Подготовлено 10 постановлений по различным вопросам. По завершению отчёта присутствующими работа отдела была признана удовлетворительной. Далее были заслушаны итоги работы за истекшую неделю руководителями коммунального блока. По итогам всех выступлений были даны соответствующие поручения и сроки их исполнения. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».